Этот участок на улице Шевченко буквально утопает в цветах. Туи, десятки сортов роз, плодовые деревья и даже прихотливый можжевельник. Светлану Михееву соседи называют цветочной королевой. В 97 году она приобрела этот дом вместе с мужем. Как вспоминает пенсионерка, участок находился в ужасном запустении. Яблоня и черешня – все, что проглядывалось сквозь заросли травы. За 20 лет Светлане Ивановне удалось превратить двор в цветущий сад. Пригодились курсы флористики, которые она закончила в Красноярске. По словам Анапчанки, любовь к цветам у нее с детства. Мы росли в своем доме под Красноярском. У мамы всегда был огород, она садила цветы. Тоже в полисадниках раньше садили. Ну и мы также как-то привыкли, на свои дачи цветы садили. Она вот здесь на юге приехала, ну как вот роза не... Началась роза, потом все постепенно так и пошло расти. Садишь, садишь, постепенно одно убираешь, второе подсаживаешь, что увидишь новое садишь, что-то примется, что-то пропадет. Сейчас у бабушки с дедушкой гостят внуки. Для детей оформлена отдельная игровая зона с качелей и песочницей. Этим летом Светлана Ивановна планирует высадить несколько плодовых деревьев, чтобы сделать свой дворик еще более уютным. По словам руководителя территориального общественного самоуправления, у хозяйки участка есть все шансы на победу в муниципальном конкурсе. Видя те фотографии и те альбомы, которые в прошлые года, я думаю, что мы претенденты, моя хозяйка претендент на первое место. Потому что такая краса, и вокруг у нее, и на улице даже вот у нее, чувствуется, что этот человек полностью отдает себя красоте. И живет в этом ритме с красотой. Конкурс «Уютный дворик» ежегодно проводится в Анапе. Он разделен на два этапа. С апреля представители ТОС выбирают самые ухоженные участки своего района. А с 1 августа конкурсантов оценивают специалисты администрации. Итоги будут подведены в конце лета. Три победителя получат денежное вознаграждение на благоустройство. Никита Бойко, Ксения Сипко, Михаил Григорьев, Анапа Регион.